Мы очень рады приветствовать вас в этом чудесном зале. Одна просьба, пожалуйста, отключите телефончик или поставьте на безмощный режим, чтобы, в общем-то, нас не отвлекало. Сейчас еще молодого человека, правда, у нас тут прекрасно, присаживайтесь. Ну, мы начинаем, никому ждать не будем, 5 часов ровно, начало 6-го, начинаем. Вы все находитесь в офисе компании «Энэль», в двух словах расскажу, что это за компания, в двух словах расскажу, что это за продукт. И основное, конечно, время займет у нас наш почетный гость, академик Лешков Александр Сергеевич. Компания «Новосибирская», наша российская, любимая, дорогая, отечественная, называется «Энэль» или «Нью Лайф», «Новая жизнь». Для многих эта компания стала новой жизнью, ну и для меня тоже в том числе. Компания предлагает на рынок продукты элитного качества для думающих людей, для тех людей, которые думают, что они пьют, что они едят, что будет с ними в дальнейшем, что будет с их детьми, внуками, ну и вообще. Целая серия продуктов элитного качества, которые предлагает компания. Мне доставилась такая высокая часть, предоставить знакомство для вас с двумя продуктами. Это чаи компании «Энэль», значит целая линеечка чаек с грибом «Рейши». Вот здесь вот за витриной есть красный, зеленый, черный и коробочка «Микс», но это чаи ежедневного использования с грибом «Рейши». Кто-нибудь слышал, что такое гриб «Рейши»? Ну я не менеджер, спрашиваю, менеджеры, конечно, знают и новички. Ну как правило, гриб «Рейши» мы не знаем, что это такое, или знаем очень мало. Это великолепный антиоксидант, и самое главное, что это очень мощный онкопротектор, который пьете чаечек, он в микродозах накапливается в вашем организме и помогает вашему организму справляться с такими двумя глобальными проблемами, приостанавливает процессы старения и профилактика онкологии. Ни один чай вам такого результата не даст. Компания думает о нашем будущем и о нашем здоровье. Также с грибом «Рейши» еще на рынок предлагается «Триморсо» – «Клюквенный», «Оплепиховый» и «Черничный». Там квандрокомплекс – хорошо витаминизированные и сублимированные продукты, которые быстро растворяются в воде, получают очень хороший витаминный напиток. Причем витамины натуральные. Также присутствуют грибейши, присутствуют экстракты трубей и экстракты шиповника. Еще целая линейка мы называем эти чаечки «Библиотека здоровья». Это фиточаи из трав горного Алтая. Мы знаем, что горно-алтайские травки, они, в общем-то, самые биологически активные, потому что там патогены микрофлоры мало. И если предки наши чем лечились? Травами. Травами. Не было аптек, не было врачей. В основном лечились травами. Так вот, все новое, хорошо забытое, старое. Наша компания предлагает великолепные чайные композиции, которые приятны на вкус и, в общем-то, очень хорошо помогают нашему организму справиться с какими-то проблемами. Есть чай «Люкс» для чистки кишечника. Мы до 25 килограмм, в общем-то, с собой носим капрофитов, от которых, в общем, нужно каким-то образом избавляться. Доказано, что старческая слабоомия бывает от забитого кишечника. Почистите кишечник, будет меньше интоксикации, будет лучше зрение, будет лучше соображать голова. Для этого есть чудесный состав чая «Люкс». Там есть такие чаечки, такие компоненты, которые очень хорошо помогают нашему организму размягчить все эти капрофиты, каловые массы, и постепенно все это выходит из вас и очищает наш организм. Результат великолепный. Чай называется «Состояние легкости». Есть чай для почек, есть чай для печени. Чудесный чай, успокаивающий валери, омолаживающий. Есть женские и мужские чаи, которые помогают откорректировать какие-то проблемы в вашем организме. Есть чаечек витаминный. Есть прекрасный чай суставной. Есть чай «Корделис», который выравнивает наше давление и снижает его, кстати. Есть чай «Динамикс», который, не поднимая давление, дает вам хороший тонус. Лучше всякого кофе. Причем процессы торможения, когда вы пьете этот чай, включаются тогда, когда вам надо. А не так, как выпили вечером чашечку кофе лишнюю, для того, чтобы не уснуть в тот момент, когда вы работаете или заняты каким-то решением проблем. Вечером, ночью, вернее, вы уснуть не можете, потому что процессы торможения от кофе включаются медленно. Есть аппликации для суставов, тоже с травами. Великолепные результаты. Все эти чаечки результативные. Ну, по-моему, обо всех рассказала. Антитокс. Прекрасный чай. Это вообще чай, который должен находиться в каждом доме. Он снимает любую интоксикацию. Пищевую, алкогольную, медикаментозную, аллергическую. И женский мужской чай, сказала. Чаечек. Самое главное, что все эти чаи очень приятные. Они вкусно пьются. Не нужно задумываться, сколько чего нужно положить, какой травы, потому что прекрасная упаковка. Там двойные пакетики. В одной половинке сбор трав, а в другой половинке находится чай. Получается фито-чай. Прекрасные вкусовые качества. Проходите, пожалуйста. Удобно, вкусно, полезно, приятно. Ну, в общем, переоценить эти чаи просто невозможно. И, в общем-то, флагман нашей продукции – это коктейли Energy Diet. Это хорошо сбалансированный продукт питания, который дает возможность вашему организму получить полностью весь набор необходимых нутриентов. Здесь есть все. И в той форме, которую хорошо наш организм усваивает. Это абсолютно натуральный продукт. Здесь также сублимированные составляющие. 23 витамина и минералы. Здесь есть королевское жилье, маточкиное молоко. Как вы думаете, почему пчела, матка живет 5-6, а некоторые особи и до 9 лет? Потому что их рабочие пчелы кормят маточкиным молоком. Рабочая пчела живет всего 25 дней. Так вот, маточкиное молоко, оно тоже продлевает жизнь. И поэтому эти продукты можно использовать в 3 направлениях. Первое направление – это баланс. То, что эти продукты балансируют весь недостаток необходимых нутриентов для нормального развития вашего организма. Не только развития, а до нормальной жизни. Но посмотрите, ведь недостаток каких-то нутриентов ведет к сбою нормальной, слаженной работы нашего организма. И это ведет к заболеванию. Одно заболевание тянет за собой другое, другое – третье. И как снежный ком, эти проблемы просто-напросто начинают нас одолевать. Человек в солидном возрасте, он имеет перечень огромных всех заболеваний, которые у него есть. Почему? Да потому что наши продукты питания оставляют желать лучшего. Там огромный недостаток минералов, очень большой недостаток витаминов, там нет клетчатки. Ну и, соответственно, значит, очень много калорий, очень много консервантов, очень много всяких улучшителей вкусов, ароматизаторов, практически те составляющие, которые на данный момент не являются продуктом. Ну, вы скажете, что как можно создавать такие продукты питания? Ничего личного, только бизнес. Продукты питания, которые предлагают нам сейчас на рынок, они вкусные, но они еще и вредные. Так вот, если выбрать, какие продукты нам необходимы, и вы скажете, ну, хорошо, не буду я покупать колбасу, я буду покупать мясо. Опять же, наши курочки накормлены там анаболиками и какими-то гормонами для того, чтобы они быстренько очень росли. Если это есть в мясе, соответственно, это будет и в нас. Мы то, что мы едим. А овощи и фрукты, которые предлагаются на рынок с полей из-за глобального опустошения земли, не имеют тот набор витаминов и минералов, которые они имели не так давно, 50 лет тому назад. Если 50 лет тому назад суточную норму железа вы могли восполнить, съев два яблока, то сейчас нужно съесть их 22, а может быть даже и больше. Салат был чемпион мира по скалию. Так вот, сейчас нужно съесть, чтобы восстановить суточную норму потребления, нужно съесть, наверное, мешок этого салата, потому что калия в салате стало всего 15%. Витамина А нет в мясе. Ну и так далее. Посмотрите, что происходит с нашими продуктами питания. Мы питаемся быстрой едой, фастфудами. Огромный перекос в сторону калоража. Калорий много, много жира, много углеводов, зато нет строительного материала для нормальной жизни. Нет минералов, нет витаминов, нет клетчатки, нет необходимых кислот. Есть все то, что наш организм накапливает постоянно, и, в общем-то, мы увеличиваемся в размере, и, соответственно, увеличиваем количество заболеваний. Перестали рождаться здоровые дети. Почему? Да потому что плод формируется из того, что кушает мамочка. А мамочка что ест? То, что предлагает наш рынок. Чего-то не хватает, плод вытянет из материнского организма. Поэтому беременные у нас ходят с выпадающими волосами, с разрушенными зубами, с пигментными пятнами на коже, и все равно детки не рождаются нормальными. Есть такая шкала Абгара, от единицы до десятки. Это классификация здоровья новорожденного ребенка. Значит, 10 – это абсолютно здоровый ребенок. Так вот, в России уже много лет не рождаются здоровых детей. В нашей компании, в пределах нашей компании, стали появляться коктейльные дети. Когда такие дети появляются в роддомах, врачи просто падают в уморок от восторга. Здоровые абсолютно дети. Десяточка. Считается нормальный ребенок 6, 7, если 8, это вообще уже верх мечтаний. Ну, абсолютно здоровых детей очень давно нет, потому что больные папа и мама не смогут воспроизвести здорового ребенка. Так вот, в пределах нашей компании это возможно. И даже у нас в Геленджике уже есть коктейльные дети, которые на протяжении всей беременности получали этот продукт, и сейчас они кушают этот продукт, и мамы продолжают кормить с грудью, и детки абсолютно здоровы. У них ни болит ни животик, температура, как понимаете, только тогда, когда растут зубки. Ну, это такого просто не бывает, что дети абсолютно здоровые. И это следствие употребления продукта, что, в общем-то, каждый человек может позволить для себя рассмотреть просто-напросто продуктовую линейку того, что они употребляют, и добавить в свой рацион вот такой вот уникальный продукт, который дает, в первую очередь, баланс, как я говорила. Во вторую очередь, это коррекция веса. Из-за того, что колораж невысокий, вы можете откорректировать свой вес. С учетом колоража молока, разводить эти коктейли на молоке, одна порция коктейля будет 150-200 килокалорий. Ну, считайте сами, даже если 5 раз в день вы скушали этот коктейль, это всего 1000 килокалорий. Если необходим набор веса, то вы разводите этот коктейль на жирномолочке или на сливочках, и таким образом восполняете недостаток мышечной массы. И самое главное, что делает этот коктейль, он омолаживает наш организм, имеет мощные геронтологические свойства. Полтора года тому назад я не использовала этот коктейль, и в общем, в 51 год мой биологический возраст составлял 68 лет. Куча проблем, которые я за этот период накопила, и вообще, с помощью медикаментальной терапии, и врачи решить эти проблемы было просто невозможно. Употребляя энергии диет, ровно через полтора года мой биологический возраст уменьшился на 15 лет. Мне недавно исполнилось 53 года. 53 года мне и было. И вот небольшой промежуток времени в 3 месяца, в который я продолжаю употреблять этот продукт, и сегодня протестировала свой биологический возраст, оказалось, что 48 лет. У меня идут омолаживающие процессы в моем организме. И это происходит у каждого, кто позволяет себе впустить в свой рацион этот продукт питания. С этим продуктом питания можно лечить практически всё. Как говорит Римма Хамзина, это врач, заслуженный врач участковой Башкирии, она давно нашла для себя этот продукт, была больным врачом, имела 120 кг лишнего веса и 38 заболеваний. Говорит, она не имела морального права быть врачом. Так вот она говорит, что не думайте, не гадайте, что проходит с этим продуктом. Проходит всё. Не проходит только одно заболевание. Это когда ногу отрезали, новое не вырастает. И сегодня я хочу пригласить сюда академика. Я даже не в состоянии перечислить все его заслуги, этого человека. У него орден Петра Первого за заслуги. У него есть медаль Коха за вылеченных людей от СПИДа. У него есть медаль Юрия Гагарина за подготовку космонавтов к космосу. И ещё очень много всяких регалий. В общем, этот человек мира, он международен. 8 лет практики в Германии, 2 года практики в Греции. Очень большая практика по России. Врач-диагноз, который сегодня проводил, вчера и сегодня диагностику. Провёл огромный приём. И, в общем-то, выглядит великолепно. Просто молодец. Такая была напряжённая работа у него. И мы попросили его выступить сегодня. Он нам расскажет, как можно употреблять энергетик при коррекции сахарного диабета. Попросим? Спасибо. Так, мы опланировали представиться, но меня уже представили. Я планирую, потому что нужно было, не сказала. Радует, что такое большое количество людей интересуется своим здоровьем. Это прекрасно, да? Ну, работал я в Греции 2 года как виспределент ЮНЕСКО фонд спецпрограмм. Но поскольку греки немножко неадекватны, они не делают то, что им пишешь в рецепте. Я сместил себя в Германию, работал 8 лет по онкологическим больным. Ну, немцы делают всё, что напишут. То есть, прекрасный результат. Мы работали на людях отказных. То есть, мы занимались наукой. Мы не могли взять обычного больного в Германии. Мы брали за 2 недели до смеха тогда, когда метастазы, позвоночник, немцы, этих пациентов вылечить. Значит, ряды больных мы дали процент выздоровления около 70. Из тех, которые должны умереть, 100% умереть, 30% мы давали правильную программу лечения, но и пациент уже не отдала сил бороться с болезнями. То есть, вот такая статистика. Далее. На сегодняшний день вылечено 40 больных в секции ВИЧ и СПИД. Ну, как-то, последний статистик. Первый больной вылечен в 99-м году. Он в Ботминске, Санкт-Петербург уже лежал. То есть, он лежал, ну, готовился, видимо, умирать. Когда я приехал через месяц из Москвы, больного в больнице не было. Ну, думаю, как-то умер, но никто меня не ругает. Говорю, больной-то где? Он говорит, там ушел. Значит, больной вылечен от СПИДа, тестирован тремя странами. Российская Федерация, Финляндия и Германия. Подпишем выздоровление. Больной доложен Международным Конгрессом в 2000 году. После доклада на Международном Конгрессе у нас было впечатление, что подтянутся врачи, еще кто-то. И проблему СПИДа фактически мы решили. Но оказалось, что фармацевтика не нуждается в процессе выздоровления пациента. Ну, немножко траверный метод. Как только я вылечил горок больного пациента, у меня убили сына гластелит. То есть, врачам лечить пациентов, в общем-то, видимо, нельзя. У меня просто выждали, что будет лечить, будем на это. Ну, чем отмечена работа? Понятно, в прошлом году у меня подсуждена степень почетного доктора Европейского университета. Достаточно редкое звание, особенно для российских врачей. На сегодня я хотел остановиться на диабете. Во-первых, я согласен со всеми словами, которые сказаны по МЖД. Мы работаем в основном с пациентами, поэтому чай употребляется достаточно редко, хотя максимально часто мы используем чай для суставов. Например, человек курит, а подходит чай для суставов. Человек валяет сосуды, а подходит чай для суставов. Ну, видимо, сойдет ткань, суставная и костная, лежит в основе того, что на костях, на суставах растет все основное. То есть наиболее часто мы встречаемся с чаем для суставов. Далее. Как развивается диабет? Первая причина диабета – это увеличение массы пациента от нормы. Значит, токсические вещества, получаемые в нашем организме, при несбалансированном питании, фиксируются жировой тканью, и сахар, в том числе, фиксируются жировой тканью. Поэтому при анализе крови мы сахара в крови не имеем, но диабет уже есть. Медицинская точка зрения считает, что тучные люди и полиполны – это предрасположенность к диабету. Это не так, это уже диабет. Второй этап заболевания диабетом – сахар появляется в крови до 8,88 млн. Если сахар повышается выше, будет третья стадия, сахар появляется в моче. Значит, причины сахарного диабета. Нам казалось, что, скорее всего, причинами будет или пьянство, или курение и так далее. Оказалось – нет. Мы недавно закончили анализ причин. И первая причина, самое главное – несбалансированное питание. То есть, если я питаюсь неправильно, у меня появляется диабет. Маленькое замечание. Мы можем не согласиться с мясом, оно плохое или помидоры. Вопрос в другом. Я беру полностью полноценное мясо, но, чтобы его переварить, тратится от 50 до 80 грамм мяса. Чтобы переварить мясо. Оставшиеся 20 грамм мяса не усваивается полностью по поводу несбалансированности его состава по незаменимым аминокислотам. Как только не хватает, в первую очередь, ни тианина, мясо полностью не усваивается. Не усвоившееся мясо, являясь токсическим, формирует повышение сахара или повышение массы тела. Если мы возьмем растительный продукт, опять-таки, на его переваривание 100 грамм тратится только 20% 20 грамм, он легче переваривается. И время переваривания занимает 20 минут, а мясо 4 часа. Но мы имеем тоже параметр незаменимых аминокислот в растительном белке, в том числе и не хватает на немножко больше, чем в мясе. В соответствии, не усвоившиеся продукты фиксируются жировой ткани с набором массы или с повышением сахара при наличии неблагоприятных факторов такого, как токсические вещества. Значит, вот первое. Далее. По этому вопросу я хотелось все остановиться вначале, что сахар появляется при любом, неплакоприятном факторе. При любом. Это можно записать для желающих, откуда он появляется. Например, у меня в организме не хватает магния, значит повысится сахар. У меня в организме избыток магния, значит повысится сахар. К примеру, я беру картошку, у которой сахарного диабета нет, даю него в огне, благоприятный фактор, кладу его в холодильник, пропил 4 градуса, чтобы клетки не замерзли, повышается от массивское давление, крахмал переходит в сахар, и в картошке повышается сахар, она становится сладкой. И можно любого из вас спросить, а если у картошки сахарный диабет? Ответ – нет, никогда не было, никогда не будет. Далее достаю картошку из холодильника, через какое-то время, раз неблагоприятного фактора нет, сахар превращается в крахмал, и у картошки его нет, и в инсулин ей никуда колоть не надо. То же самое, если к нашим пациентам с сахарным диабетом, у него какой-то неблагоприятный фактор, например, несболоченное питание, потому же мясо и так далее. У него повысился сахар, вместо того, чтобы сбалансировать питание, мы снижаем сахар, предположим, у инсулина. Но, это не сбалансировано, значит, сахар повысится вновь. Таким образом, попытка лечения сахарного диабета в современных условиях направлена на хронизацию заболевания, сахар будет повышаться дальше, и дальше будет повышаться масса биологического объекта в данном случае человека. После того, как бы картошку вытащили, словильник и сахар перешел опять в крахмал, продуктивность в картофеле упала, на 30% урожай будет снижен. Тоже сложно относится к людям, то есть мы лечим не так, как надо, продуктивность снижается, срок жизни сокращается. И вот на этой базе, для того, что сказано выше, я просто согласуюсь с предыдущим товарищем, что продукт, который считается спалансированным питанием, мы относим, в первую очередь, к продуктам, продляющим жизнь. Такой радостный вывод в этом смысле. Значит, я хотел немножко остановиться, как обычными продуктами, помочь человеку, который болеет сахарным диабетом. С утра мы можем есть все, в том числе и хлеб, который снижает содержание сахара в крови с утра. С обеда хлеб уже повышает содержание сахара в крови, он запрещается. С обеда питания становится раздельным, вилки разделяются с углеводами по причине того, что если я сел мясо с хлебом или с картошкой, картошка переварится в 20 минут, мясо в 4 часа, клапан нижнего отдела залудка сфинктов открывается, и переваренная картошка вместе с непереваренным мясом попадает в кишечник, начинается поражение, интоксикация и так далее. В общем-то, ничего хорошего. И с 18 часов ничего не едят. В контрольной точке мы предлагаем, почему я могу это говорить, потому что в учебниках этого нет, в медицине, а мы занимаемся разработкой. Контрольная точка для контроля сахара является 20 часов вечера. Какой сахар вы сделали на 20 часов, такой организм будет держать весь следующий день. То есть, если у кого-то из нас есть контрольная точка, он ее знает, я себе сахар сделаю сам. Я поел 18 часов, сахар должен быть 5,9, он у меня 6,2. Иначе я поел 17 часов, то же самое, 50 минут, и сделал сахар 6, и больше, чем не занимаюсь, он 6 будет и на следующий день. По крайней мере, организм будет стремиться его сделать таким. Вторая контрольная точка утром, но если вы сделали вечером, утром можно не проверять, она будет в норме. И третья контрольная точка, после еды обычной, через 2 часа сахар должен быть ниже 8 мм. Вы не врачи, но просто, чтобы вы немножко были в курсе, как это проверяется. При лечении диабета, всех пациентов мы должны ориентировать на создание сахара в норме в 20 часов вечера. Поел в 8, в 18 часов неправильный сахар, поешь меньше, второе, поешь раньше. И третья, можно естественно, уже диет, значит, при обычной еде сахар повышается и до 15 мм, и до 18. При лечении период полноценного питания разной дозы сахара с 5, и 9, повышается до 6, и 7. Значит, у этого продукта нет пиковой нагрузки сахара после применения полной дозы, заменяющей один режим питания. Что это дает? Сахар усваивается из их углеводов и наживием планомерно и медленно. Значит, ни на какие сосуды, ни на глазанина, что у вас этот сахар, этого продукта действовать не будет. Так, значит, что можно есть после 18 часов? Значит, проходит только вот что. Проходят томаты без ограничений, они не меняют сахар после 20 и до 20. Проходит чай без сахара, любой, который у вас устраивает, и проходит вода тоже без газа. По качеству продуктов лечения сахарного бета на первом месте находятся сырые продукты, которые в моем наиболее оптимальном, в первую очередь, это будут овощи, а не фрукты. На втором месте будут приготовлены на пару, на третьем есть вареное, на третьем на четвертом жареное. Исключается острый, жирный и так далее. Ну здесь, вроде как, все всем ясно. Значит, по продуктам, что у нас еще устраивает, значит, есть соотношение белков-животного растительного соотношения, правильное, раз, второе, дополненное, микроэлементами, микроэлементами и незаменимыми кислотами. И срок переваривания продуктов лечения занимается всего 15 минут. Тут у нас мясо переваривается 4 часа, из них до 80% мяса расходовательных на его переваривание, а без 15 минут, и поэтому, когда я сделал мясо, я хочу спать, а когда съем на жилье, я здесь у нас, мы прибили там, куда-то там. Значит, что параллельно получается применить продуктов, значит, снижается артериальное давление, раз, нормализуется сахар, два, значит, мы применили продукт Энерджи Диет для пациента, который имел уже ампутацию до пяти операций части ног, он применял его вечером в половинной дозе, пусть он как съел хлеб с колбасой, ну мы с ним просто поругались с пациентами, я говорю, и обед, у вас стоит, не есть хлеб с 12, а ты берешься. 11 ночи, чуюсь колбасой и так далее. Ну я аккуратненько там же врач не видел. Ну вот ради вас и соседейся полдозы съем сейчас, съел, утром я сплю, будет, что случилось? Ноги не болят. То есть он, чтобы встать, ну понятно, что там апартаментация и так далее, ну не встать, потому что суток пока не расходится, вот должен делать какой-то массаж, где-то их там парить и так далее. Через 10 дней лечения сахар, сахар у него уменьшился, сахатил дозу по инцелину на 10%. Второй случай был в Сирябинске, мне пришел пациент тоже с диабетом, дикие боли, а безболивающие попадают в 2 часа. Он не допил банку с продуктом, боли прошли. Второй не звонит, боли появились, я говорю, на же диет, я вам не съешь. Не звонит, звонил вечером, думаю, может что-то плохо, но у меня все хорошо. То есть продукт не нуждается в презентации по получению результата практически сразу. Так, что еще я хотел сказать. На втором месте при развитии сахарного бета является причина паразитарной инфекции. Раньше я читал, что не поражает только кишечник, затем они были обнаружены в легких, а сегодня паразитарная инфекция обнаружена везде в головном мозге, в щитовидной железе, в поджелудочной, в печени и так далее. В начале лечения, значит, если у нас человек только заразился, то мы применяем препаратами, например, кратчатку и волос, содержащую болынь в своем составе по 3 капсулы 3 раза в день. Это и взрослые дозы. Если кого-то интересуют дети, то мы эти дозы, соответственно, каким-то образом снижаем. Если инфекция просла в щитовидную железу, печень и так далее, применяется полынное масло, это масло на основе набита входит в экстракт полыни. Если же инфекция затрагивает головной мозг, или она дает уже онкологию, или другие панкратиты, которые практически неоперабельны, но не дают человеку жить, применяется препарат АСД, фракция 2. Его легко доставить в ветеринарных аптеках. Препарат разработан в 43-м году для лечения в полевых условиях людей и животных. В 53-м году по записке Берия, что население будет жить на 15-20 лет дольше пенсионных, вот не выдержит такого к себе отношения, Сталин подписал запрещение применения препарата в медицине, но он остался в реестрах и как медицинский препарат, и как препарат для лечения животных. На 3-м месте вызывание сахарного гибета способствует аллергические заболевания. Сюда относятся кольца, цепочки, которые человек носит, их носить нельзя, они формируют индустрируемые злоки, это 9-й класс средней школы. Это черные одежды, они относятся сюда, их надевают на кладбище, мы убиваемся черным цветом, ослабляя свой организм. Сюда относятся к спиртной, а к сожалению хочется выпить, но оно относится сюда. Сюда относятся к курению. На 4-м месте находятся все другие заболевания, тот же грипп и так далее, но они вызывают настолько сахарный диабет редко, что практически на них можно не остановиться. Вот в принципе все, что я хотел сказать. Ну мы занимаемся всеми болезнями, но сегодня я хотел доложить вам только сахарный диабет. Если у вас возникают вопросы, то пожалуйста. Александр Сергеевич, очень хотелось бы, чтобы вы более подробно остановились на теме ношения бюлитных украшений, цепочек, и живой украшений. Значит в 9-м классе средней школы изучают индуцированный ток. Если в рамках медного провода вращать магнит, возникает электрический ток. Когда одеваю цепочку на шею, если бы не текла кровь, и я был бы на похоронных столах, было бы нормально, но кровь течет, она заряжается. Начинается поражение центральной медной системы, и человек заболевает по ослабленному генетическому участку. Например, у меня у папы было язву желудка, у меня был рак желудка от цепочки. У соседа, у мамы была там опухоль щитовидки, у него был рак щитовидки. То есть цепочка, запуская механизм заболевания, проваливает слабое звено. Простой пример, у меня язву желудка, я пошел на рыбалку, она обострилась. Я ее вылетел, пошел на рыбалку, начальник на мне собаку спустил, стрелся, обострилась опять язва. То есть организм проваливается по слабому звену устойчиво и практически всегда. Что у кого слабенькое, то есть если жена носит цепочку, у мужчин начинается поражение простаты. У меня тревышек образования, позволю вам сказать, что женщина, носящая цепочку, разрушает свою семью. То есть мужчина, который чувствует на подсознании поражение простаты, уйдет к любовнице. Так у нас народ весь взрослый тоже сделал самый Абрамович. Он просит жену спеть ядеть, чтобы остаться живым. Второй вариант. Мужчина так любит, что не уходит. Но тогда его придется похоронить, а женщина будет жить дальше. Сережки на 80% снижает зрение, на 20% не влияет. Это золото. Если вы делаете сережки ребенку, значит готовьтесь и сел к оптимологу. Значит в райске, который будет операцию глаза, не снимет сережки, вы получите вторичное поражение глаз. И 2-3 примера. Значит у меня в Челябинске ребенка делили в 5 лет цепочку с крестиком серебряным. В 6 злокачественное образование головного мозга. В 6,5 ребенок умер по причине того, что мать не ходила в школу в 9 класс. Обручальный пульс до 600 года нашей эры не носили, затем начали внедрять. Почему? Мужчина и женщина, одевающиеся обручальное кольцо на 4 палец, моделируют эндокринную систему в сторону смерти. А как вы знаете, елка перед смертью дает много шишек. Чтобы умнять, она дает плоды вокруг себя, поросли и так далее. Таким образом дети рождаются максимально здоровые и максимально быстро, потому что мужчина и женщина занимаются любовью каждый день. Затем рожденные дети здоровыми начинают терять родители, потому что не умирает и не нужно скроить жилье. То есть государственная политика ориентирована вот на это мировоззрение. Но мы как врачи имеем право вам сказать, что это не есть правильно. Статистика. У полностью здоровых родителей, 18 лет вышедших замуж или жениться, рождается 6 промилле детей с детским церебральным параличем. 6 на 1000 вроде бы немного, но в Москве в год таких детей, которые никогда нормальными не будут, рождается 20 тысяч. А что будет через год? Через год будет еще 20 тысяч. Потому что молодожены надеваются на пальчики, а вручальные кольца. Я ответил на вашу вопрос. Пожалуйста, еще вопрос. Скажите, я уколюсь с полу-седьмого, 10, и говорят, что мушать надо после... Значит, очень интересно лечится врачи. Прокажу, крачу. Снижаем питание, потому что мы лечим с вами диабет. А если я сделаю питание, я же калю инсулин, значит у меня будет гибоком. И говорю, куришь-то зачем? Ну я же лечу диабет. А если ты поел, что надо сделать? Надо уколоть, я говорю, ребята, вы как-то начинайте думать, если я не поел, что же я калю. Для диабета, значит мы диабет лечим очень аккуратно, не потому что он плохо лечится, а потому что есть и гипергликемия, и гипогликемия. Значит для обоснованного вывода, колоть не колоть и сколько, все-таки есть тестовые полоски. Сделаем анализ сахара, рейштейн-дозу и применим. Если у меня сахар, я тебя, что я калю? А если 10? Не, ну норма до 6, в поле 10 и 10. Я не калю все таблетки. Не, ну таблетки, вот я вам приду свой пример, мне тоже диабет, мягко говоря. Значит я купил в 2000 году на 3000 лекарства, за неделю их выдел. Лекарства блокирующих сахар, почему я когда ему просто занимаюсь врачебной практикой, когда пришел в аптеку, говорит, таких лекарств-то нет, я говорю, ну ее лекцию слушал, ну по общению квалификацию проходил. И вот эти новые препараты заказали, купили, попил, неделю, как был сахар, так и остался. Поменял питание по схеме, которую предложил вам, сахаранил. Чего пью, да ничего. Еще вопросы? У меня вопрос, это женщина не присутствует, но она меня попросила задать такой вопрос. У мужа и у жены резус положительный, а у сыночки отрицательный. Может ли так он быть? У принципе генетика, вот я вам приведу такой пример, мне в красоте, как она семья, папа, мама, туберкулез, троники, 2,3, нет. Он родился, детей, которых уже живет в них, деду, бюджет, а у них нет. Каждый из нас раздается со своей генетикой. То есть такое возможно? Ну муж, ты просто ошарашил, тот сыночки в армию, ну я такой не специалист по мифологии, у меня образование по медицине. Первое, ординатура инфекционной болезни, второе ординатура генетические заболевания, и третье специализация, я учился в Нобиусского ряда, это применять гомеопатических препаратов. почему я говорю онкологического больного у него 10 болезни я тестировал точно одну болезнь не вылетел умирать на 9 и остальных гомета не имеет побочное действие не влияет обмену сейчас не имеет противопоказаний на себя для первой болезни которая значима там 8 крупинок который менее значим дам 3 до которой чем не значима будет середине обслуживаю все 10 причин причин не занимаясь думанием что на чего-то ум не умрю скорость лечения выбирать таким образом что первые причины лично быстро а остальные главные лечатся с такой же скоростью чтобы не было реинфицировать поэтому в основном мы работаем гомеопатии почему она позволит лечить действие заболевания одновременно не думаю что пациент отравиться как при химиотерапии которая при вирусных контекциях вообще не помогает то есть мы встречаем антарийский забор они где присутствуют вирус за счет химиотерапии на нера она работает противобактериального фона не против вирусов с 3 курса минусе тут эти знания врачи имеют а химиотерапии всего назначать герму ходите на третий курс почитать учебники микробиологии там мой возраст 63 года ну знаете я не настолько старшу публика самого время так что я планирую на 18 лет я принимаю его 7 сентября этого года то есть мы занимаемся медицин и я пытался в сильнее балансировать на заниматься идеологией питанием модели питанием лечим онколог почему потому что мы делаем двойной анализ что нужно опухольму процессу чтобы он рос и что нужно иммунной системы чтобы от него защититься я сразу запрещаю продукты питания которые нужны для опухоли и болевые ощущения проходят на второй день сегодня была женщина опухоли молочной железы было 4 сантиметров 8 приема уже 2 мы работаем с положительной нами когда смотри так родственница днепропетровский 47 лет у нее онкология лимфосистемы ну я точно не помню название не это самое но вот если она будет принимать вот это что-нибудь у нее 10 значит первое химия они подходят 2 мы готовы чтобы дать рекомендации должны проанализировать причину заболевания той же лимфосистемы она может быть паразитарная тогда могут быть увеличены вены и узнавина на ногах нижних конечностей или болеть позвоночник 2 может быть инфекция вирусная когда где-то она прошла через повышение температуры в процессе заболевания присутствует то есть вы меня даете пациента который который у нас не смотрелся значит причин может быть достаточно большое множество я приведу вам пример может быть вас немножко удивит вы дали мне диагноз диагноз нас никогда в жизни не интересует ну так только то что я его пишу у вас был я например пишу у меня язложелудка и сразу все в россии знать какие препараты нужно применять но слушаем внимательно язложелудка может быть вызываться 80 вирусными инфекциями это первое второе язложелудка может вызываться 200 бактериальными инфекциями язложелудка может вызываться паразитарными инфекциями их до 2000 язложелудка может вызываться полутора тысячами нарушения обмена веществ от углеводного до жирового язложелудка может вызываться экологическим фактором например в несвеже это в белоруссии у меня была язложелудка у пациента вызваны аварийно-тутном заводе мы даем интоксикацию португи язлудка вылечил язложелудка может вызываться генетическими факторами язложелудка может вызываться смещением позвоночника язложелудка может вызываться аллергическими факторами понимаете да таким образом ну и стрессом и тогда согласен хорошие дополнение таким образом причин вызывающих язлу желудка будет более 5000 я сейчас от тестировал вирус номер 17 дал ему там платин ли всего я язву вылечу эти бактериальный фон дал там пенициллин вылечил понимаете я анализирую причину гарантирую вылечивание язву а ваш диагноз умнее язвы или болезни фастимы он добавит немножко тупиков не прошли его нет он есть но у меня нет диагностического понимания аж чем он вызван то есть можно работать по симптоматике у женщин болит голова потому что у него спаление матки дали каблетку головы голова просла вылечили мы женщин ответ нет мы даже лечить ее не начали нужно было вылечить марку голова попросла сама я попытался ответить местные гомеопаты и назначение любых гомеопатических препаратов стараются исключить из рациона пациентов зеленый чай и кофе как вы относитесь к этим мы исключаем кофе а чай зеленый заваряться должен не больше 49 секунд быть стал местности кофе мы исключаем но мы исключаем не потому что кофе вредно и потому что я вижу пациент у него там три-четыре болезни я его тестирую дали тянь которые синхронизируют все выздоровление он дал кофе стимулировал например здоровье одной болезни не стимулируют для остальных я получали инфицирование то есть мы исключаем кофе не потому что это такой же вредный продукт как в том числе и ваша кофе а потому что я не могу синхронизировать каждый из нас имеет достаточное количество проблем и мы гарантируем их синхронизацию чтобы не были инфицированы как мы выпили кофе что-то лечится быстрее что-то медленнее и я получаю перезаражение на срок лечение растет с точки зрения денег это выгодно и 80 градусов нет вы смотрите вот если вы употребляете кофе с сахаром то вы повышаете давление кофе без сахара вы понижаете давление мой пример я просто врач мы не можем относиться что я применяем и время что-то для чего-то то есть у вас повышенное давление я вам регионал кофе без сахара не ну я вам просто рассказываю клячу там принять так там так это все неоднозначно самое главное опухолем заболеванием способствует таксик коз повышенный в крови на камеру не болеть легкая чтобы не отравить центральную нервную систему у женщины которые уже возрасте формируются опухолемолочные лизы доброкачественная как процесс интоксикации мы делаем кистологии время пока доброкачественная ремонт давайте вырезаем вырезаем это система защиты на старая молочная же будет рак то есть заболевание рак не существует но его можно задать ошибочной технологией лечения или нет лечения продукт ну любой некачественная систему яблока с пестицидом я способствую коллективу ну пестициды и так далее а сам само по себе вот это отношение к тому второй момент у нас же минздрав есть такая организация я вам провожу пример если мы работаем с геномодифицированными продуктами и испытываемых на крысах то рождаемость в два раза а рожденные кричата живут в два раза короче это официальные данные которые мы имеем а теперь смотрим на нас миндра в нас внедряется 16 сортов гена модифицированной пшеницы два сорта гена модифицирована картофеля по разрешению начальника нашего миндра у меня просто не хватает слов об этом как-то говорить крыса мрут а мы едим значит вообще обмен у нас есть фильм по аллергии в интернете которые сегодня были товарищи на приеме части из них я показывал как определяется пульс я считаю 15 пульс свой он получился у меня 17 ударов я коснулся клубники баночки осталось 17 не курить можно если пусть изменился клубнику есть что это дает когда мы занимаемся с пациентами больными я думаю что вы все здесь здоровые то зона реализации уменьшается подходит например какой-то один продукт из этой линейки почему есть получается парадокс чем лучше сделан продукт тем он больше соответствует натуральному я беру клубника мне надо на нее аллергия зачем меня это будет аллергия на продукт она не положил плохой а потому что хороший я хочу вас немножко так вот встряхнуть не я против чего ты я получаю прекрасный результат на этом продукте но мы вынуждены потерять какое-то количество секунд на подбор продукта того или иного для того иного заболевания что это дает если меня будет поражение центральной нервной системы то чаще всего подходят продукты этот самый вонит да если поражение эндокринной системы ставили и так далее чаще всего проходит клубника если есть онкологическое забороне пищеводы или желудка частью проходит грибы то есть как бы мы дифференцируем эти проблемы но когда он начинает выздороветь подходит все вы напишите когда-нибудь на сайт у него во первых у вас нет заказа при язве желудка что подходит при язве желудка при язве желудка но гомеопатистский препарат наиболее частый ног сломика c6 по 8 крупинок один раз при язве желудка потом у нас сейчас имеется теория что там хина и педы этот самый бактерий она всего в пяти случаях вызывает язву желудка все остальное мы только что пересислили поэтому препарат который вы примените ног с вами кого лишь имеет воспалительный процесс а чтобы вылечить язву желудка нужно все таки знать эти логическую причину заболеваний что же там за причина а я бы назвал 5000 причин то есть вы попадаете на диагностику чести на звук мы знаем причину и еще через пять минут рецепт как ее вылечить но чаще всего нарушение жирового мета по ненасыщенным жировым кислотам я бы посоветовал и масло или овса по 100 ложки людей один раз винили два или масло лина у меня была полная запись наверно как-то попадали вот я посещаю полтора два месяца если будет больше пациентов я просто проведу здесь больше времени гулять мне никогда обычно да параллельно мы лечим у меня 70 детишек поступило детским перебральным параличем из них 70 из 170 пошли в обычную школу самый лучший результат поступил пациент города карабаш где средний срок жизни наличие в беде плавильного комбината на горы стоят без лесовой травы значит пациент через три с половиной года встал простоял 30 секунд и упал ко мне пришла мать и плачет он простоял по его лукомки по его нам уже лечим чуму плачет я плачет того же устал через пять с половиной лет он пошел с палочкой спустился четвертого этажа где в советском союзе насчет ему тоже живут больные с детским церебральным параличем то есть в 35 лет он у нас не умер а пошел ну конечно легче лечить когда ребенку годик 2 понимаете да то есть там два три сеанса он уже пополз а здесь я пять с половиной лет занимался лечением детского церебрального паралича уж детского вот вот рискать я трудно назвать наверное это все таки так с 8 7 года биологически я не смотрел но я ну в средний срок жизни меня я мы смотрели продолжить жизни было 81 год а сейчас 84 но я думаю что это не все дальше мы займемся программе омоложения это территория деревьевского монастыря как в сказке есть два источника живая мертвая вода источник явленный которому никого не 2 когда ехал в серафиму саровскую весы он попил воды оставил серебряная полная вода поправилась он содержит раде листопы стимулирующие процессы в организме через 12 часов мы окунаемся в источник серафима саровского содержащие серебро и никель который стабилизирует процесс 4 окунания в году против жизни на четыре года серафима саровская нижегородская область и весь ну то что предлагает обычно как бы закалку мы продавали тот же продукт когда ваша емкость иммунной системы возрастет как это делать я приду один пример иначе у меня в германии попала женщины который делает дважды операцию камень на почке двухсантиметровый через два года еще раз камень двухсантиметровый до моего приема на два года лечилась у гомеопата моего шефа в германии я отмечу до любимой мочев нет то хотя он не ругал это уже так обидно значит когда я посмотрел гомеопатия подобралась ну в россии разных стран видимо немножко у меня подобралась практически то же самое что он ей давал два года и возникает мысль он или все два года гомеопатии камень 20 почки не увеличился но он и не уменьшился но женщина стояла в карточке аллергий скорее всего на кофе зависимо бывает чашку кофе то она побывает попадает в интенсив терапии в германии у нас в реанимацию по разным странам называется это все по-разному что я сделал я приказываю вам вот эти а раз не еле выпить и чашку кофе мягко говоря кто вот такой у меня в карточке написано что кофе нельзя как же его выйдет я бы выпить и четверть чашку кофе же не каждый день раз неделю проходит для недели приходит женщина ко мне нет задвигает врач немецкий что сделал а кофе я не написал рецепту мы еще помрет я больше будешь будете в магазине покупать чашки в рецептах аптеке но я тоже хитрый каждому хочется жить одно место надо что она пришла через две недели ко мне нет и немецком не пристал что-то делаю ну смотри рецепт вообще тупой что я это и лечил два года не помогал а я жду нет не скажу там же карточка не стоят и он не заставка таков и на дать идиот я обречился лицензии там точно пришла через два года и вы что с вами неинтересно с вами поговорить вы из другого языка на по-немецкий огонь мы не тоже как ними вы смогли меня убить выпить кофе который нельзя и а выздоровела я хочу с вами поговорить я платила прием с ней разговор а у вас на украине бывает у меня был в мариуполе потом не достал таможне люди но принят такие же хорошие как в России очень медленно лечится гомеопатии то есть как бы я могу вам посоветовать но лечебный процесс у нас достаточно или хотя положительный динамик он мы получаем помню а вот допустим я злого религиозный человек у меня цепочка с крестиком снимать да если у нас есть служители церкви двух категорий они служат дьяволу другие бог если батюшка потом ходе в церкви в церковь служит богу он оденет крестик на веревочку если он служит дьяволу он один а он осветит цепочку у меня был конкретный случай в верхнем фолее город тысяч от населения женщина носила все время веревочку а потом пошла к на веревочке порвалась и купила цепочкой пришла ко мне в этой цепочке но я собаку спускай сразу карту провели нарушение режиме почему в отделе у нас очень хороший батюшка в и он ее осветил и рукакой батюшка это батюшка служит дьявол он быть такие красивые слова говорит он так нам все пробовать и читает я бы женщин откроем библию и прочтите что мне написано судить надо людям не по их словам а по их делам а он вам повесит цепочку я до класса средней школы одеваем веревочку александр сербевич да полики стосов внутренних органов в том числе очень есть вообще шанс лечиться и карни в почках и болики стосовки более боли или очень мимо к счастью как лечиться чем лечить теология нужна я не знаю причину вашей кисты это нужно диагностику а ты должен то же самое положительная динамика на смотрят ну это врачи мы что же врачи у меня высшее образование медицинская третье начале биохимия потом психология я с вами видите как жестко разговаривать потом медицинский но обычно врач имеют что-то я уже был в академике достаточно спокойно с вами разговаривали а в москве поможено на прием в москве 35000 здесь ты еще приезжай у нас просто разные базы здесь я не плачу аренду паренда здесь 500 рублей а в москве аренда немножко другая или другая сторона с приемом и мы работаем по генетикам что нет прямо достигает 30 тысяч рублей что это дает у меня приходит пациент у него раз метастазами и в печени подружных позвоночник что это значит значит есть хронизация заболевания а именно они вот участок храма хромосомы практически не работает ему дали витамины остальные работающие работают сильнее он побежал они работающие не работают как и не работал асимметрия в организме растут побежала завтра его не будет мы восстанавливаемость практически декомпенсированных изменений участок хромосомы обычно это один из генов до среднего воспалительного процесса и уже можем лечить этого пациента до среднего воспаления следующий прием до слабого и так далее то есть без обслуживания на генетическом уровне такого пациента вылечить достаточно тяжело я попытался что-то в городской в интернете хронизация заболевания присутствует виде фильма фамилию набирайте почтовых вас и лечить и все эти внутри спид в америке первые первые фамилии выскочить моя браслета его часы если добыча раньше никогда не знали при что начали часы на цепочке в кармане то есть знание были выше а сегодня когда мы знаем электричество мы забыли что есть электричество на кожу можно аллергия проверяется по вашему пульсу кожу уже не вызывает таких сомнений как индуцированный токе но можно походить по свету значит цепочки никак не пройдясь ему матери листу возникает индустрирует свет если горит что я буду рассказывать это вопрос вот еще то что я бы не присутствует человек но мне я не очень боюсь не а по поводу геморроя значит геморроя легче всего лечится сырой картошка делается свечка ставится на ночь максимально все остальные свечки хуже есть картошка сырая а если на модифицированного какого сока любого номера красная белая красная белая какая-то там сортами они занимаются а так сказать малаху называют огурец огурцову никогда не прошу уйти в геморрой я малахова слушаю с трудом по нему видимо знаменитые люди не любят друг друга понятно а как же время не переносовать только сотовый телефон остается тоже где-то на 10 лет хожу без часов и не напаздывал ни один самолет почему было когда я денусь часы метро быстрее не ездит автобус быстрее не ездит то есть ваша попытка нечисли куда-то встретит какой-то блех у меня был межу 95 лет спит в часах и всё спишь это надо же время посмотреть тебе-то зачем время достал мне что-то вы сейчас не вредно особенности наверно перейти сунгитовые пластинки у вас продается в магазин может у вас и тянет более того при излучении в космос он будет нарушал вас процентом на 15 а теперь у вас еще и лечит болезнь сердца положили шунгитом к сердцу и лечитесь в кармане препарат а не разрешается чего не разрешается разрешать или нет не понял вопрос вы прикладывали просто кольцо кольцо кпс значит резинки пластинок вам максим подойдет одна все остальные вы потратите деньги общее положение я вешаю что-то энергетическое что в себя защитить значит я боюсь что мне кто-то сглазит в этом случае человек разрушаешься сам лучший чем пластинка котором поместил на защите проведем не буду говорить фамилию женщина купила крестик на гробе господне и повесила его на себя он ее защищает да на 30 процентов но за месяц иммунная система женщины упала на 30 процентов я же защищает крестик но она на сила и вы еще месяц и ностин и у вас еще на 30 процентов через месяц но осталось 10 процентов вот эти на сломал руку перестал и что ты делаешь повесь обычный крестик и сильный крестик обычно течение рекомендуют снять также как рубашку и они тогда когда вы заболели на очень короткое время чем выше эффективность вашего крестика тем короче срок его ношения также как и лекарства ничего нового я вам не рассказал немножко задач монашки всякие они приходили вам не поток крестик снимите она что ты что-то я верю бога у этой монашки вера лежит в кресике игру вы что ребята вы хоть когда-то библии почитать вы начните хотя бы эту книгу читать вера это в душе не в кресике это атрибутика и батюшка и говорит с ними брать сказал но для другой который мы подобрали моей матери подходил деревянные и сосны ко мне подходит деревянные зары слуха деревянные тоже не однозначно подберите по пульсу что сложно поделить на себя почитал курс и так туда на секунду сносы креста стал 17 он же вызывает нарушение вещества или понижается тоже неправильно у меня пришла женщина конкретный пример в кресике который вызывал слабое сборе нибудь с ними подбери по пульсу у меня было ритме три удара есть одного нету она делать весик вызывать тяжелее еще заболевание мне плохо от ваших неопатий никому почему вам плохо пришла в этом крестике каком-то медном там я говорю с ними у тебя два удара есть два нету ты вызвал ритме когда утром пришла я не сниму я верующий пошла в метро утром приехала было прохладно в обед было метро не приходят и никто я не помог под крестик да все проверяется кроме мужчины мужчина который не вызвал мне пульса не подходит а вызвавши пульса не проверяйте лекарства лекарства которого свечет тоже украшения все проверяйте на параду и тяните аритмия значит есть много методов лечения но скорее всего это аллергические реакции это надо смотрите что вам подходит исключить как предположим два продукта из продавец вашего рациона питания нет пройдет с другой стороны может быть например вирусной инфекции вызвать у меня пришел пациент это было полгода назад 16000 рекс расисту людей ну при конторском измерении поясница месяц получил 1600 его еще спрашивают у тебя было ридми штат и что ты сделал когда через месяц 1600 а сейчас есть было восемь он бы да я пилом гомеопатию дышим он тупой что-лик предмет источниками потяну мы получили 80 экстрастиста вместо 16000 я увозил куполы в источники в святые там и так далее почему я теперь за него не боюсь потому что он не умрет она 16000 до умер бы на первом же окунании так еще вопросы на сколько лет продолжительной жизни вот я работаю с ней месяц у меня были опять точно сказал да я поработаю побольше мы получим другие рекомендации у нас возникли некоторые замечания например я бы хотел чтобы ну фирма или она одна или с нами доработала продукт для централизованного поражения центральной нервной системы отдельный продукт для продукт для поражения преимущества эндокринной системы продукт для поражения сердечно-сосудистой системы они будут немножко отличаться от ваших и продукт для поражения соединенных тканей суставы и костная система сосудов я бы усовершенствовал ну я же не автор разработки поэтому мы их чередуем с одной стороны дружественно дополняем другой сервиски продуктов этой же фирмы а вы смотрите вы сказали 5000 причин язвы желудка я на пульс проверяю мне это подходит мне язвы я без ваших принимать да вы положите положительный динамик от этого продукта если не меняется пульс и вот такие браслеты магнитные с ним ну не равнозначно магнита кстати не дает нарушение не в генетику никуда он синхронно стимулирует все процессы в организме одновременно то есть нарушение по магниту мы не наблюдаем на одну руку одевать и шунгер он повышает давление на другую он понижает давление то есть вот сейчас я уже перепутал мы эту разработку закончили я просто помню что с одной стороны больше брендовой ниже вы просто пройдите к себе а вот еще дали и вот называется торсионная поля графически значит они они работают они работают когда вы 5 100 литров воды я приколил несколько как у нас есть расхождение в дозах применения этой воды и и надо применять по каплям они по литров то есть вопрос работает ли это поля я попытался быть надо улучшает но вы же не пейте целого стаканчика выпить несколько вопрос дозирование данной воды возникает так ну что все вопросы по поводу запись на следующий прием на диагностику обращайтесь здесь есть когда александр сергеевич перед геленджик чтобы вы уже имели представление что здесь будет ну по всей вероятности следующий раз наверно мы будем или объявление газета давать или вот пожалуйста милости просим сюда будет здесь обязательно будет объявление а сколько по времени диагностику проходит а если проблем очень мало то занимает от 10 до 15 минут и исполняться логисты будет полтора два часа то есть очень неоднозначно но у вас таких больных которым я здесь силу 20 все таки просто не мы делаем положительную динамику сразу сядь ко мне ровненько вот этим не ровненько все и фон отдайте соседу а ручки противники вперед посмотрите у слева рука короче правой на 20 метров видеть и у дцп они где-то так стоят я делаю технологическую цепочку которая связана с китайской медицины нажимай точку управления опуская ручку ручки перед пропинить суставчик стоит на месте так мы лечим не кишка пожалуйста а ты заведенный также точно лечится за за бедным садитесь я вам да а меня ломали а а а это еще у нас и соленые и сладкие там приму и как значит по словам не соленый все таки нужно немножко засаливания слава мы применяем от одной до полутора сутки они 5 для больных точных иногда применение на молоке а на воде и оптимальный приматина зачем должен это прием пол дозы утром и пол дозы венчера чаще всего мы даем 50 литров молока 150 горячей воды и пол дозы продукты конечно усваивайся если ограничить соли то у вас разобщается рыбосома нарушается синтез белка и начнутся кожа соль не откладывается открываем учебник химии какого-то класса не помню на трех он прекрасно растворим и если у меня отложение солей на позвоночке есть у пациента то это лекаре с его привели кальций фосфонокислый поэтому увеличив натрий хлор человеку ссоры отложившиеся на позвоночке я уберу все немножко наоборот и не читаем чем доработаем доработаем так же ну вас положите мы кладем вот линейку мил это тоже диет как основа чай лишь сопровождает то что мы делаем включаются провождающим лечение а очистку мы делаем по методике чаями банками нашли согласен возьму ческолько думать на с утра вечером июня заниматься ну как бы и допыта работа с пациентом нет нельзя шагашка сходить далеко когда нет если вы нормально питаетесь от расходится жутко вы не получите хотя колыка не снимаются кал станет черным на горшок вы не попадете не попалете чаще чем один раз в день может быть какой-то аллерген там и комплекс трав то есть и мы с вами на время об этом разобрались а вот сейчас в ответах на вопросы скорее всего нет когда через полтора месяца я приду то есть если позволь мне позвонить татьяна я приду раньше я ближе как работа не отдыхать у меня вода суменьшается море за я в москве не живой под москвой на руководку шоссе там для правительства горки 9 медведей по горки 10 как на сидит на себя один и если неудобство дорогу перейти перекрывать нормально так ну что все желающие спросили что-нибудь мы применяем как мужчинам я практически не интересуюсь но когда женщины просят мы подбираем косметическую линию каждому кто обратился причем она это у нас на 2 секунды не надо мерить пульс мы выбираем любую косметику и не всегда она подходит не потому что она плохая больше каждый из нас немножко другой чем созидно она это мы там хороших нас же как и силикатом сказы препарат лекарственной хорошим на сегодня он подошел одному человек а другого нет а мы всем подряд а если можете определить седина от стресса или генетическая конечно можем определить сколько у какой женщины любовников но об этом мужья и какой них активно какой ленивый на себя академик информационной технологии вы начали только но поэтому мы определяем и вот например звонит меня пациент из германии чем он болит мы определяем из москвы то есть мы делаем диагностику на 40 тысяч километров от объекта но при этом я не могу здесь посвятать деньги поэтому мы поставим на контакте и сегодня мы диагностировали одну девочку у нее было смещение тазобедренных суставов на 5 сантиметров начало от тестировал сверху жена на сердце я не могу от тестироваться же нужно суставу у меня пережатые нервные окончания мы информацию не получаем и у нее в центральную систему а я не получил ответ на расстояние мы вынуждены работать на контактном приеме после постановки сустава на место при постановке сустава на место мы даем 2 процентов ошибку в диагностике врач поликлинирует ошибку 60 процентов при этом иногда приходить к нам ребеночек это вольфрой вакцината почему он начинает осадиться или печенье что ну надо просто посмотреть как это на ивен а потом всякие а было и хирургическое вмешательство вы проводите да прием не проводится на пределах семи дней от химиотерапии то есть химиотерапия настолько мощный фактор что я могу расшифровать причину заболевания через семь дней по стиме 3 прием уже про водится и как на будущее мы максимально уходим от лекарств и работая уже в 87 году банка центре мы имели право работать только продуктами питания и 4 стадии молочной железы четыре женщины мы за 9 дней получили вторую стать работой нас выгнали сразу бы то этот институт то зачем его ванильдот такой когда расскажу муж пришел замок родить зимой я работал принес белые тапочки вы чем притащил собаки неси он почему я буду зима живу зачем полчаса мы с ним крепать я дурак или ты дурак а вы все случилось не записываем любого медленность получал не менее не влияет вашему обмену лечиться потому что она противоречит к вашей иммунной схема ли повода как-то автономно но с другой стороны но попытаться можно найти причину но я лучше админировать или нет я не могу ответить ответ для всех сразу давайте все вырежем или давайте не будем резать я отвечу на ваш вопрос грамотно с точки зрения хирургической сетю рукой которая большая давайте выражем она уже есть с точки зрения терапии я должен вас посмотреть зафиксировать размеры например 6 сантиметров дать терапию на неделю если через неделю размере остались 6 сантиметров я буду рекомендовать терапию или же размер уменьшить если увеличить с операцией терапевт не может вам дать ответ надо так мы должны дать дельта на конкретном осмотре увидим статику на втором осмотре видим динамику и динамика позволяет дать рекомендации терапевтического лечения вашей проблемы тогда если нет мои слова является для вас голословными от того что я думаю ваше здоровье не изменится мы должны реально получить результат объективно объективно подтвержденный другими методами исследования а не моему мнению как бы и дцп нельзя мы лечим я когда сделал доклад в германии по детскому серебральному параличу мне не дали ни одного больного потому что надо же наблюдать а не лечить нет я проезжаю через вообще приехал ребятам приехал приехал в родственнику посмотреть краснодаре параллельно скачал опухоль говно моза внутри тому почти как лицо мировой женщины и операцию в москву там она будет но опухоль его процесс лечится потому что он не соответствует генетике пациента алифома она автономны там так же как и киста утепка лечится легче счастье ну что нехороший скажите выключение на что головного мозга скорее всего это паразитарная инфекция и лечится скорее всего это будет скорее всего или алтииммунное заболевание или аллергическое или бактериальное это значит он разбираться но алтогонные препаратами аргентом и металлическом я вам скажу что мы говорим отнимите под две крупиночки один раз в день я беру ухать Александр Ильич, про локационный вопрос что вы видите, товарища, да? да ну пусть он встанет угадайте, где он в зале где он в зале не знаю не знаю скажите ну как встань, скажите Сагамонов ну вот твои фотографии показываем, сравнить надо ну встань пожалуйста ну что вы покажете пожалуйста вот сначала у вас здесь вы не спрашиваете да, пожалуйста, покажите профессор ну конечно нет и не узнаешь, да? да вы нормально, покажите вот вот там, пожалуйста зал давай, покажите вот он тоже очарабательный вот здесь вот он еще, пожалуйста вот помидоры вот фотография человека это где-то больше двух лет назад было да? вот я сейчас одно и то же лицо вот то, что дает ассортимент компании ну а сейчас еще очень хорошая новость для новичков у нас будет дегустация дегустация нашего чудесного продукта и разные вкусы мы вам не можем и пока девочки готовят пока пока Продолжение следует...